Привет, друзья! И мы вынуждены вернуться к формату планерка, потому что действительно много планов и действительно важно с вами сейчас поделиться. Но сначала хочу поделиться своими эмоциями и радостью насчет вот этого нашего канала Backstage. Хочу сказать вам большое спасибо, что вы с нами. Мы были удивлены, сколько людей на него подписалось, сколько лайков, сколько комментариев, сколько просмотров. И вот приятно читать впервые за много лет отборно-позитивные комментарии, а не всякий бред, который мы выгребаем с основного канала. Так что еще раз спасибо. Будем стараться и для вас быть максимально откровенными и душевными. Итак, что я хочу сегодня рассказать? Во-первых, я хочу рассказать, куда мы вгрохали 4 тысячи баксов и объяснить почему. Заодно каким-то образом оправдать то, что мы иногда размещаем рекламу и стремимся хоть как-то, ну, как минимум отбивать то, что мы тратим на качество и, ну, скажем, на свои цели. Сейчас покажу. Вот Серега Давиденко, скрипя душой, подписал недавно счет и одним кладцем мыши перевел на розетку соточку. Даже подожди, чуть больше соточки? 92-200. Как-то так. Вот такую фигню мы купили. Считается, это топовая камера. Можно встретить, конечно, и критику сейчас, но, скажем так, это лучшее из того, что мы бы хотели себе иметь. И вот, наконец-то, имеем. Это Sony Alpha 3.7 с очень прикольным объективом 24-105. Почему 24-105? Вот здесь, кстати, объяснение одно, потому что у нас наш Canon Mark тоже 24-105 был, чтобы безболезненно Ярослав смог перейти на него. А Ярослав, он вот по тому, как он привыкает ко всяким вещам, приблизительно как вот ваш дедушка, да, который там не хочет на смартфоны переходить. Вот как-то так. И поэтому мы выбрали именно 24-105. Но что нам это должно дать? По идее, опять же, вы оцените сами, скажете, как вам там видосы. Но... Ну, главная тема, это то, что эта камера как будто бы видит в темноте. И, ну, если сравнивать, к примеру, с тем, что нам дает Canon Mark, то она действительно видит в темноте. То есть меньше света нужно, можно в салонах, что почемах, не сильно париться насчет освещения. Можно будет, наконец-то, попробовать поснимать тесты вечером. Можно снимать на час дольше, наверное, в межсезонье. Вот. Ну, как-то так. Но еще здесь есть 4К надписи. Я сразу хочу тем, кто спрашивает, ответить, что мы все еще не готовы перейти на 4К, хотя однажды уже пробовали это сделать с обзором Maserati Levante. И почему, расскажет Серега. Серега. Ал. Расскажи, почему мы не готовы начать снимать в 4К. Кого? Ну, видосы. Видосы, потому что у нас пока только одна камера. В смысле? Не, подожди, неправильно. У нас уже все камеры есть для съемки. Это тоже 4К снимает? Это не снимает в 4К. Ну вот. Ну, у нас мы могли бы тесты снимать в 4К, потому что экшн-камера Sony 4К, и это 4К Альфа. Это не 4К. Ну. Ну, подожди, ну ты. Вы тут нормальные кассеты купили. Серега, ну ты же сам все время говорил. Почему? Я подсказываю. Почему? А, почему? Главная причина. Потому что у нас, видите, какие мониторы даже старые. Такой 4К. Ну, 4К весит в три раза больше. Да, я не искал бы, что в 4 раза, но мне кажется, просто этот компьютер будет летать по кабинету, если мы 4К будем монтировать. Примерно как коптер. Ну, подожди, но Maserati мы как-то склеили. Ярик, тяжело было? Нет, не надо. Я помню, как мы клеили Maserati. Тормозило? Я что-то не помню уже. Да, тормозило. Ну, и тем более вопрос, сколько людей действительно будет им пользоваться, потому что у меня дома Терек 4К, и, ну, не знаю, я обычные тесты в Full HD, нормально в нем смотрю, Терек сам дорисовывают пиксели, и большой разницы я вот с 4К не вижу. Но, хотя, опять же, по технике съемочной мы к этому уже готовы, разве что карточки надо побольше купить. Осталось найти больше времени на монтаж, на рендер. Цветокор вообще, наверное, невозможно, да, будет делать в сегодняшних реалиях? Ну да, вот так, как сейчас-то вообще ничего нельзя делать. Ну, а сколько реально может стоить комп, который сможет монтировать на лету так, как этот хотя бы? Я думаю, 1080. Гривен? Да, минимум. Как камера. А вообще-то, напишите в комментариях, вон там Серега подсказывает, кто шарит в этом, потому что сейчас у нас достаточно мощная машина собранная, и вот, наконец-то мы ее научили летать. Ну, понимаете, у нас просто, вот, Ярик, он монтирует медленнее, чем компьютер его, а Серега, быстрее, поэтому мы Сереге расширили мощность компьютера, и все равно... Подожди, Ярику вы тоже расширяли мощность компьютера, и потом пришлось компьютер восстанавливать, потому что он такой мощности не выдержал. Ярик? Компьютер. Ну, у Ярика и SSD-диск стоит. Вообще, вообще, познакомьтесь, вот это очень странное создание. Какая это фирма? Тошиба? Fujitsu. Fujitsu. Короче, купили мы странный ноутбук однажды. Подожди, подожди. Это японский ноутбук, который уже 10 лет назад вот так вот должен был всем делать. Он до сих пор делает вот этот. Да, так самое главное, что мы, когда его покупали, его не было в официальных каталогах Fujitsu. Fujitsu, это какой-нибудь... Не, он сделан для Германии. Он сделан в Японии, там написано. Он сделан в Германии. Ну, в общем, суть в чем, что этой модели не было в каталогах Fujitsu, то есть этот компьютер, скорее всего, был сделан по заказу какой-то большой компании, на Западе. И то ли это он отказной? Ну, как-то нам так объясняли, что так бывает. Потому что именно с такими характеристиками машин в каталогах не было. И вот он шуршит уже сколько лет? Шесть, семь? Шесть лет. Шесть лет. И очень даже справляется. Здесь добавили SSD-шку. Здесь... Перегорила видяха. Его кастрировали, да. Ему просто физически отключили видяху, просто чтобы она ему не мешала монтировать. Оказывается, до этого она так и реально мешала. И вот он монтирует... Если цветокорить, сколько? Не один к одному. Один к полтора, да? Это рендер. Это рендер. То есть 10-минутный ролик с цветокором где-то до 20 минут, так? Зависит от сложности цветокора. Смотрим, зачем этот цветокор. Ну, а у Сереги один к одному получается, или даже быстрее, что почем. То есть часовой, что почем, за час рендерить? Да, обычно, да. Без цветокора. Да. Не, хотя подожди. Цветокор не сильно влияет здесь, если одну камеру цветокорю. Да, не, если люметри, то там накинут, то там будет. Не, смотря что в люметри. Если чуть экспозицию, то нормально. Ну, вот как-то так. Короче, в камере за 4 нам надо еще взять, ну, как минимум, одну машину за 4, да? Должно хватить. На бляхах. Нет, для монтажа компьютер. Вот. И ради чего? Ну, рано или поздно начнем. Окей. Так, с этим разобрались. И опять же, это ответ на вопрос, зачем и почему у нас есть Е-каталог, который нам финансово помогает все это покупать, да? Благодаря рекламе. И у Крафта висело. И еще что-то будет. Поэтому как-то так. А? А? Да вы при новом помогаете. На фотоаппарате или... Сколько лет собирали? Вечно недовольный Серега из-за стенки вещает. Еще у меня есть одна благодарочка крутая. Вот есть такие у нас подписчики. И я всем предлагаю становиться такими. Которые увидели, что у нас ужасные таблички для замера клиренса. И сделали нам вот такой набор футуристичный. В принципе, мы вместе разрабатывали. У нас была идея, как должны выглядеть таблички. И сейчас они у нас выглядят вот так. Вот. Они у нас с массива ясеня, по-моему. Теперь их не нужно будет мерить, потому что они пронумерованы. То есть, надо будет их только раскладывать. И вы спросите, а почему только 26 сантиметров? Даже не 26. Сколько их тут будет? 16. Ну, в общем, мало. А потому что сама коробка, вот эта, выступает основой для табличек. Сейчас покажу. Смотрите, коробка у нас 12-сантиметровая. Кстати, вот контора Wood for Food. Можете ее найти. Это ребята, которые делают из дерева, я не знаю, как это сказать, реквизит для крутых ресторанов. Вот эти всякие стоечки, тарелочки, подносики, подставочки. И вот они сжалились над пацанами, над нами пацанами, сделали нам вот так. То есть, сейчас можно будет сразу видеть, сколько там сантиметров. Вот. Ярик уже брал домой эти таблички, пользовался тоже ими. И теперь... Хорошо, ножи не тупятся. Что-что? Ножи не тупятся, хорошо. Ну да, смотри, что резают. И даже сумку нам подогнали. От фотоаппарата. Но таблички туда влазят. Просто волшебно. Короче говоря, большое спасибо. А теперь переходим к планерке. После всей болтовни. Завтра мы уезжаем во Львов. Значит, во вторник и среду. То есть, во вторник утром мы приезжаем на Интерсити во Львов и шуруем сразу же в Славское на L200. К нам там уже кто-то предлагал присоединиться. Нам писали. Но сразу хочу ответить. У нас жесткая программа, которая в Митсубиси организована. И там не все просто. Поэтому мы не можем никого пригласить с собой. Короче говоря, два дня мы будем снимать L200. Если у вас есть какие-то вопросы конкретные, к этой тачке, к новому L200, пишите в комментариях. Попробуем ответить. Но потом, возвращаясь в среду во Львов, мы не садимся на Интерсити вместе со всеми, а остаемся во Львове. Жить мы будем в отеле неком Блум возле парка Ивана Франка. Ну все, теперь мы даже с отеля через главный вход не сможем выйти. Я даже очки себе намутил. Мы не узнавали. Кстати, на стенде Шкода в Женеве. Я рекомендую. Да, для пары. Можем подарить. В общем, мы остаемся во Львове, чтобы снять как минимум три выпуска, что почем. Это будет Peugeot Rifter, это будет Citroёn C5 Aircross, и это будет акционный Tiguan. В каких-то акционных комплектациях, еще сам не знаю в каких. Я даже салоны не помню какие, но, соответственно, в среду и в четверг вечерами мы будем где-то сидеть и культурно проводить время. Мы обязательно заранее напишем об этом в Инстаграме, может быть, в сообществе Ютьюба, может быть, в Фейсбуке. Если вы живете во Львове, если хотите присоединиться, подходите, как минимум, посидим за соседними столиками, бахнем пару тостов и будем рады всех видеть. Будем говорить по-украински, честное слово. Ну, конечно, там же за российскую мову может съесть и расстрелять во Львове. Правильно? Нет, у меня такое два раза было. Оба раза расстреливали или съедали? Один раз съела, один раз расстреляла. Ну, на вкусу. Вот, так что мы сразу же заранее приглашаем, а вот куда именно, уже уточним потом. Ну, и в тех салонах, в которых мы будем снимать, мы тоже, скорее всего, анонсируем. Можете подходить туда наперекуры. Вот, вроде бы все. А, не все. Почему сейчас тут идет активная работа? Это не инсценировка. Так получилось, что поскольку на неделю мы уезжаем и надо что-то вам показать, залить на канал, то мы сейчас пытаемся быстро, за сегодня, возможно, сделать выпуск, что почем, короллы. Кстати, интересный выпуск. Сразу говорю, там не Саша была. И, наверное, он будет во вторник завтра. А Ярик с Серегой привезли из Испании Т-кросс или Т-рок? Т-кросс. А чем отличаются Т-кросс от Т-рок? Размерно. И у вас маленький, да? Отвечаю, Серега. Серега. Перевод, переход хода. Ответ на этот вопрос узнаете на бэкстейже. На смысле? А что, вы бэкстейдж сняли? У кого маленький? Да, наконец-то. Камин аут. Сейчас надо будет проголосовать, у кого больше. Да, и на самом деле, вот этот... А, кстати, бэкстейдж будет не скоро, да? Да, я думаю, ночью буду монтировать. Ну, так видишь, Серега сказал, Серега сделал. Так, ну, а Т-кросс основной тест будет, наверное, на этой неделе, надеемся. Ну, и потом, на следующей неделе уже будем выкладывать все остальное. Что у нас еще есть в планах? Нас ждет уже тест-драйв Короллы. Нас ждет, что там, 508-й на наших дорогах в украинских комплектациях, новый 508-й. И тест Рейндж Ровера мы собираемся снять скоро. А еще мы вызываем из Черновцов помощника в съемке нового оператора. Посмотрим, приживется он или нет. Ярик сделал вид, что он не в курсе. Что? Сделал вид, что не в курсе. В общем, мы присмотрели одного пацанчика, его зовут Антон. Посмотрим, чем он сможет нам помочь. Если сможет помочь, то будем снимать больше. Потому что мы что-то вообще уже не справляемся. больше будем снимать. Ну да. Ярик, я же не могу сказать, что просто нам нужно наконец-то снимать лучше. Ну, раз просто так, не демонтировать. Как-то так. Мы продолжаем, кстати, собирать анкеты на рубрику «Что потом?». Хотя, вот интересный момент. Если вы не в курсе, то мы давно запланировали рубрику «БУ» и кинули клич всем желающим сняться там со своей тачкой. То есть, если вам интересно, то ищите, где это надо найти? Где был призыв? В фейсбуке у меня. У меня в фейсбуке был призыв со ссылкой на анкету. Заполняете анкету, снимаете себя на телефон, про свою машину рассказываете два слова. Мы закидываем это все в базу и когда начнем съемку, будем оттуда выбирать интересные машины, интересных людей. Но, что я хотел сказать. И, кстати, вот сейчас, Ярику это тоже будет сюрприз. Мы так рассмотрели, уже пересмотрели формат, что просто, что потом название уже не сильно туда клеится. Поскольку передача будет не только про тачки и про людей. То есть, это будет что-то типа крутого ток-шоу про то, как машины ломаются, не ломаются, выживают. Но именно про бэушные и про людей, у которых есть опыт эксплуатации машин. Правильно? Ну, согласись, что потом уже как-то мало для него. Я предлагаю, кто на чём. Правильно? Тем более, мы хотим ещё туда приглашать всяких селебрити, например, Серёгу из соседнего кабинета. Такой важный момент. Он нужно ещё, чтобы он стал селебрити. Так мы его сделали. Он станет селебрити буквально в процессе передачи. Чувак, нас смотрит один миллион в месяц человек. Дай бог всем селебрити таких охватов. Всё, друзья, спасибо. Пишите обязательно кучу комментариев, ставьте лайки. Мы всё читаем, мы всё смотрим. Скоро увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok